Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 июля и на столе у меня, как всегда, в последнее время новинки этого года. И новинки, я больше чем уверена, не только для меня, но и для многих моих зрителей, потому что сейчас столько много экзотических, таких странных, очень необычных томатов, что, конечно, даже в целой жизни будет мало, чтобы все их изучить. Смотрите, вот первый здесь стоит, 540 номер, это чесночные, где-то он указан чесночная голова, где-то рейс, томат, это будет потом, потом вот этот вифлеемский огонь, великан, с которым я сегодня снималась, и гаргамель, вот эти пестрые сливки, которые похожи на пасхальные яйца. Начну я свое описание, конечно же, вот с этого гиганта, с этого великана, вифлеемский огонь, потому что я питаю слабость крупным томатом. Вот сейчас принесу весы и буду рассказывать с ним и через завешивание. Этот сорт у меня под номером 374, и если говорить о нем, то вы видите уже, даже не разрезая, видно, что это бикалор, и за последние годы я поняла, что самые вкусные, самые сладкие, это вот эти бикалоры, желто-красные, к которым относится вот этот вифлеемский огонь. В выращивании ничего необычного нет, он считается среднеспелым, рекомендуется выращивать и в теплицах, в защищенном грунте. Я выращиваю первый год, в открытом грунте не выращивала, но по моему опыту, по своему опыту могу сказать, что те, которые выращиваются в теплицах хорошо у нас, они хорошо растут в открытом грунте. Самое интересное мне про вес. Вес у них указан 300-400 грамм, но написано, что при полноценном вот этим ухаживании, при соблюдении всех правил, условий выращивания, можно получить более такие весомые томаты 550 и 690 грамм. У меня вот эта великанша выросла, сейчас покажу вам какая, смотрите, 875 грамм, ну это можно сказать почти 900 грамм. Вот такой может быть вифлеемский огонь под килограмм веса, ну а эти, так как и указано, 305, вообще они указаны официально, вот 325, 300-400 грамм. Но теперь я знаю, что вифлеемский огонь можно вырастить почти килограмм, а я еще Кате говорю, это учти, что она росла в теплице, нынче было жарко, в жаре, в недостатке влаги, когда не хватало полива, капельный полив не справлялся, я не успевала поливать, значит он может быть вообще еще больше. Ну, вообще куст является индетерминантным, у меня он вырос в сварочной теплице под потолок, это не очень удобно, да, он такой как бы не маленький, не скромненький, обязательно подвязка, обязательно посынкование, рекомендуют выращивать в 2 ствола, в 2-3 для наилучшего результата. Я выращивала 2 ствола, все выращиваем так же, как обычно, отличается он, конечно, своей экзотической раскраской, мы же привыкли, что у нас традиционные томаты, или чисто красные, или чисто розовые, желтые, оранжевые, все, этот он сам желтый, красными полосками, сейчас мы его разрежем, и вот этот желто-оранжевый окрас, и вот эти вот полоски, конечно, придают ему вот этот экзотический вид, он получил, но и еще раз хочу сказать про вкусы, что ни одного не встречала вот такого томата бекалора, чтобы он был невкусный, чтобы он был не сладкий, видите, какие у него красивые разрезы, салами такими, но я все-таки хочу вот эту громилу попробовать, мне мало обычного плода, сейчас мы тебя вскроем, вот это я понимаю, томат, так томат, бекалор, так бекалор, ой, я как наша Мэри щенок, она что видит ей и пищит, мне тоже хочется пищать, какая это радость, смотрите, вызрел-то он весь, прям, сейчас я его буду есть, да, ради таких томатов стоит летом проливать поты, 100 потов, чтобы получить потом вот такую вот очаровательную нарезку, вырезку томатную, вкуснейший томат, у нас еще летом еще жаркое, солнечное, и все томаты постарались показать весь свой вкус, весь свой аромат, вот если про этот прям, у него мякоть, видите вы, сочная такая, сочная, но она довольно-таки плотная, он никак, не такая мякоть, что вообще разваливается, вкус у него, я не скажу, что он только сладкий, а такой именно гармоничный, он сладковатый, чуть-чуть, вот везде пишут, что фруктовый аромат, но я не знаю, что такое фруктовый аромат, он просто такой сладкий, приятный, и немножко-немножко, чуть-чуть кислинка напоминает нам о том, что это все-таки не фрукт, а это все-таки помидорка, но помидорка очень вкусная, сейчас скорее бы закончилась вот эта дегустация, может вы не поверите, но я вот эту всю съем сейчас, но семена, конечно, мне уже пишут, семена выплевывайте, не ешьте с семенами, конечно, это коллекционный сорт, конечно, его в магазинах у нас нет, но очень хороший, все, вот это Вифлеемский огонь, номер 374 в каталоге у меня.